всем привет снова здравствуйте the brush 2019 и в завершении к теме альфы карты глубины как сделать кисти давайте давайте разберемся именно по кистям с узорами барокко рококо есть такие направления в древности по отделке применялась в мебели в отделке зданий колонн ну и так далее изучайте смотрите так ну давайте подгрузим какие-нибудь кисти ну вот допустим вот эту кисточку эти кисточки у меня скаченные они с альфами идут вы видите что вот так она выглядит драфт сайз побольше и вот так вот она рисует так еще какую-нибудь подгрузим load brush где они у меня тут находятся их можно скачать именно в интернете их там очень много бесплатных есть также платные еще круче сделаны еще более качественно вот такая еще и штука вот ее можно использовать control d и вот вы видите как она выглядит любую кисточку любую альфу можно нарисовать это первое это по прошлому видео второе можно взять открыть кисть стандарт так альфу пока отгружу и вот на эту альфу идет отключим control n убирает модель на альфу вот эту подгружаем именно любой рисунок любой узор там или еще что-нибудь что найдете то что понравится там можно взять перо взять кору взять еще что-то в принципе любую вещь так ну вот рисунок модель именно лепнина и что делаем можно нажать альфа тумэш вот вы видите что появился тумэш вот такой вот жмем edit вы видите что ее выдавила вот так вот следом заходим в сайс и можно это дело все сделать потоньше вот в таком духе вот получается то что дает нам забрать что делаем дальше если модель устраивает вот можно ее оставить вот такой если что-то в ней не так то можно ее вот так вот развернуть вот так зайти модифи топологи и сделать мира and well следом можно и опять развернуть граф выставляем вот такую вот увидите сзади как она получилась вот так вот боком и устанавливаем жмем маскирование control левая кнопка мыши и маскируем многовато маскируем вот эту модель вот так вот а это получается у нас маловато снимаем маску подгоняем все это дело тоже занимает энное количество времени вот чуть-чуть и больше делаем выпуклой ставим вот так вот маску назначаем ctrl w полигруппу жмем ctrl shift левая кнопка мыши получается вот такой у нас узор и заходим модифи топологи жмем del hidden если вдруг у вас вот что-то слишком много текстур по их можно первое что выглядеть кое-где прибрать ну чтобы более-менее красиво все это дело выглядело вот таким вот образом смотрим по толщине если толщина большая ее можно опять же сайзом еще сделать поменьше получится вот такой рельефчик или можно сделать немножко рельефчик вот принципе вот что-то в таком духе все узор у вас готов следом что можно сделать вот она весит 118 тысяч полигонов у нее это многовато заходим в саптулы делаем дубликат это все по прошлом видео отключаем дубликат заходим в геометрии делаем всему этому за рмс дай нам с не надо за рмс ставим чуть меньше сетку и ждем вот прогон закончился вся сетка чуть-чуть стала похуже поменьше не похуже поменьше вот теперь заходим на второй саптул включаем его и делаем project all саптула project all сделан отключаем получается вот такая у нас такой вот узор следом что делаем жмем альфа и жмем grab dog вот у нас получилось теперь жмем drag rect включаем допустим сферу вот эту и попробуем так не драк рейк а фри хэд и посмотрим как это все дело рисует а вот так она и рисует неплохо все хорошо берем строк уменьшаем шаг вот вы видите что узор вот теперь выглядит вот таким вот образом прикольно красиво на мебели будет смотреться хорошо если вы хотите чтобы узор наносился в другую сторону то нужно сделать вот что так я сейчас попробую сделать чему этому деформация полишь немножко вот так вот выгладить в принципе пойдет и немножко можно добавлять инфлатом вот делать чуть чуть попышней вот заднюю часть можно именно вот так вот так пардон можно и замаскировать еще раз вот так вот и назначить control w если вдруг какой-то пошел косяк ну принципе это не столь важно принцип объясняю и теперь control shift нажимаем и вот это все делаем заходим в геометрии и жмем модифика пола джиме дл хидом все вот теперь можно использовать вот это вот или можно даже еще что сделать вот это все дело можно еще самому доработать можно включить кисть мофта пола джи как где она у нас тут мофта пола джи и вот так с помощью симметрии где-то по вытягивать что-то сделать более выпуклые вот так вот где-то вот так что-то добавить где-то можно поработать плейбилда поставить сайз поменьше сделать интенсивность до двоечки и где-то что-то вот так вот именно долепить доработать именно свои детали добавить ну это как вариант где-то что-то можно выглядеть это что-то долепить где-то догладить ну что-то в таком духе так и опять же заходим делаем граббок а пардон я же хотел объяснить изменение направление кисти вот так мы поворачиваем и вот теперь жмем граббок заходим опять же на сферу немножко вернемся тут назад вот так сферу побольше драфсайз побольше и интенсивность побольше вот так и вот так все это провести можно так control z не так и стандарт и вот так все это дело рисует вот так ставим другую кисть альфу и альфа рисует уже в другом направлении вот вы видите вот так она рисует он труды он труды граф сайз побольше и вот так рисует кисточка вот с таким расстоянием ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z ctrl z немного дивайдов прибавим ctrl z побольше и в сток можно опять же все это дело радиус выставить расстояние между кисточкой вот так следом можно поставить другую кисть и уже рисовать вот так в направлении состыковывать даже можно вот таким вот образом вот так вот получается узор разберем еще один вариант так еще один вам уже наверно знакомый вариант открываем тул план 3d все это дело вытягиваем edit make polymesh геометрии заходим и делаем дайна мэш так дайна мэш теперь всему этому можно добавить ctrl d ctrl d и вот что можно делать во первых можно на плане вот этом вылепить любую модель или смоделировать модель а потом модель превратить в альфу как вариант тоже и получается вы ставите симметрию и допустим любой кисточкой ну клейберды путей да вот начинаете что-то такое лепить вот что-то у вас такое должно получаться приблизительно там завиточки завитульки вот такая штука вот когда вы все это дело вылепили вы теперь можете что посмотреть что тут да как и вот это все дело замаскировать или предварительно нарисовать маску узора а потом лепить именно внутри маски ну тоже как вариант теперь жмете ctrl w теперь ctrl shift и вот у вас получается вот такая модель ctrl z допустим вы убираете все это дело когда вы нарисовали и замаскировали вот таким вот образом можно побольше маскировать не проблема обрезается все хорошо и вот теперь жмете ctrl и вот так все у вас получается и вот можно теперь именно моф это все дело вытянуть вот так вот или опять же работать инфлаттеном это в деформации инфлаттен вот так вот он прибавляет пышность размерность и так далее ctrl z вот у вас получается вот такая вот модель вы жмете ctrl и вот так и вот теперь снимаете маскировать как вам надо по толщине что-то детали какие-то убрать ctrl w нажать ctrl shift и сделать опять же альфа и вот эту штуку так сказать узор вы можете опять же делать альфа альфа граб до все вот этим теперь можно рисовать так следующий другой вариант событий у вас есть план вот этот план 3d все тоже самое делаете и допустим у вас есть или альфа или еще что-нибудь вот текстурка какая-нибудь вот это все сейчас я отключу и и вы текстуру эту можете именно подгрузить все это дело вы уменьшаете вот так вот подставляете делаете больше интенсивность цвета z отключает глаз rgb зад отключаете и погнали так кисть стандарт не забываем кисть стандарт и все это дело вот так вот вы тут рисуете вот так вот control shift z отключает рисунок и получается вот такая штукенция если вы рисуете по текстуре именно как я задом и не включив rgb у вас получается вот такая вот уже текстурка отключаем control z shift z назад альфу rgb включаем зад отключаем и вот теперь другой способ все это дело мы рисуем вот так вот shift z отключаем вот рисунок у нас появился заходим теперь в masking masking находим mask be color mask be intensive и заходим в sub tool и отключаем кисточку вот у нас появилась маска control e ее можно инвертировать и выдавливать уже так с помощью опять же inflaten это в деформациях inflaten у вас получается вот такая вот текстурка вот так она выглядит control z или допустим можно делать control и и выдавливать именно вытягивать с помощью мов вот так вот туда сюда вот у вас может получиться вот такая вот моделька именно для узора может получиться именно вот такая вдавленная и всем вот этим можно так воспользоваться опять же по прошлым видео заходим в тулы находим mrgb the grabber жмем а у вас shift swift и вот так все это дело вытягиваем пробелом задерживаем и опять же корректируем и подгоняем уменьшаем и вот у нас получилось альфа с текстурой этим мы уже тоже можем работать и получается в конечном итоге если использовать любой из этих способов давайте посмотрим открываем сферу control m вытягиваем edit make polymesh geometry dynamesh control d control d и получится у вас load brush и получится у вас вот такая вот любая кисточка вот так вот если использовать dress up вдавленность то она будет рисовать углубленно и так можно делать с любой картинки с любой модели с любого рисунка и так далее в принципе вот в этом видео вот столько способов сделать именно свою кисть барокко рококо а применять как их это уже на ваше усмотрение можно применять для узоров диванов ваннов мебели стен колонн и так далее все всем пока до свидания лайк дизлайк как как всегда припуск мебели до в мебели и здесь это вообще